Мне 47 лет. Я обычная женщина, можно сказать, серая мышь. Некрасивая, необладательница хорошей фигуры, одинокая, замужем не была и не хочу, так как считаю, что мужчины почти все одинаковые, животные, которым только набить брюхо и валяться на диване. Ну и не предлагал никто и никогда не замуж, не встречаться. Родители мои престарелые живут в Элисте. Я один ребенок в семье. Ни сестер, ни братьев. Есть двоюродные, но я с ними не общаюсь. Не хочу. Живу и работаю в Москве уже 15 лет. Работаю в организации, каждый день работаю дом. Живу в обычной многоэтажке в спальном районе. Я злая, циничная. Никого не люблю. Не люблю детей. На Новый год езжу в Элисту проведать родителей. Один раз в году я приезжаю домой. В этом году также съездила, а после возвращения решила помыть холодильник и повыкидывать все старые заморозки. Однажды купила, но не понравилось, так и лежали. Собрала все в коробку, пошла выносить. Вызвала лифт, в лифте мальчик лет семи. Я его видела несколько раз с матерью, еще с грудным ребенком. Подумала тогда, вот шлюха нагуляла. Уставился на коробку и смотрит. Вышли, я иду в контейнер, он за мной. И робкий голос, а можно взять? Я говорю, это старое. Потом думаю, ну, хочет, пусть берет. Не гнилой же. Уже стала отходить от мусорки. Только обернулась зачем-то. Он бережно собирал пакетики, закрывая и прижимая к своей груди. Я спросила, где мать твоя? Он ответил, она болеет, и сестренка тоже. Встать не может, добавил он. Я развернулась, пошла домой. Зашла в свою квартиру, поставила чайник. Села. Сижу, думаю. Что-то зацепило меня. Не выходит из головы малец. Никогда не была сердобольной. И желания помогать не возникало тоже. Но что-то меня оттолкнуло. Быстро взяла, что было с ясного дома. Вышла и около лифта поняла, что я даже не знаю, на каком этаже они живут. Знаешь, что выше меня? Начала подниматься этаж за этажом. Но мне повезло. Через два этажа открыл дверь мне тот пацан. Сначала он не понял, потом почему-то молча отступил, пропуская меня внутрь. В квартире было очень чисто и очень бедно. Она лежала на кровати, скрючившись возле ребенка. На столе тазик с водой и тряпки. Видно, температура была, сбивала примочками. Девочка тоже спала. В груди что-то клокотало. «Таблетки-то есть?» – спросил я у пацана. «Есть какие-то?» – показал мне старые просроченные таблетки, которые давно пора было выбросить. Подошла к девушке, потрогала голову. Горячая. Она открыла глаза, непонимающим взглядом посмотрела на меня. Потом резко села. «Где Антон?» Я объяснила, что я соседка. Спросила, какие симптомы у нее и у ребенка. Вызвала неотложку. Пока не ехали, напоила ее чаем. Ела даже, не пререкаясь. Видно, совсем голодная была. Как еще грудью кормила. Приехали врачи, осмотрели, выписали кучу лекарств малышке. Да еще и уколы. Пошла в аптеку, купила все необходимое. Затем зашла в магазин, набрала молока, всякого детского питания. Зачем-то купила игрушку нелепую обезьяну ядовитой лимонного цвета. Просто я никогда не покупала подарки детям. Ее зовут Аня. Ей 26 лет. Жила в Подольске. Даже не в самом, а на окраине. Мать и бабушка москвички. Только мать вышла замуж за мужчину из Подольска. Переехали туда, работала на фабрике. А он там же техником. Когда Аня родилась, отца убила током на работе. Мать с ребенком на руках осталась без работы и без денег. Начали ходить друзья, товарищи. Спилась быстро, за три года. Соседи каким-то образом нашли бабушку в Москве. Она взяла девочку к себе. Потом, когда ей было 15, бабушка все рассказала и сказала, что мать умерла от туберкулеза. Бабушка была немногословная, жадная и очень много курила. В 16 лет Аня пошла работать в ближайший магазин. Сначала фасовщицей, потом кассиром. Через год бабушка померла, осталась Аня одна. В 18 лет встречалась с парнем, обещал жениться, но, заделав ребенка, благополучно скрылся. Работала до последнего, складывала деньги, потому что понимала, что помогать некому. Когда родила, уже в месяц стала оставлять ребенка одного в квартире и мыла подъезды. А девочку родила как хозяин магазина, куда она вернулась работать, когда сын подрос. Раз, изнасиловав ее вечером, стал делать это постоянно, угрожая, что уволит, и она нигде не сможет потом работать. Как узнал, что беременна, дал 10 тысяч рублей, сказал, чтобы больше не появлялось. Вот такая история. Все это она мне рассказала в тот вечер. Поблагодарила за все и сказала, что отработают сумму уборкой или готовкой. Я остановила ее благодарность и ушла. Всю ночь не спала. Думала. Для чего живу? Зачем? Почему я такая? Не забочусь о родителях, не звоню им. Не люблю никого, не жалею. Деньги складываю, накопилась приличная сумма, но тратить не на кого. А тут какая-то чужая судьба. Людям нечего есть, не на что лечиться. Утром пришел Антон, всучил тарелку с оладьями и убежал. Я стояла на пороге с этой тарелкой в руках. И тепло от этих горячих оладушек словно оживляло меня. Я как будто оттаивала. Захотелось всего и сразу. Плакать, смеяться и покушать одновременно. Недалеко от нашего дома стоит небольшой торговый центр. Там хозяйка маленького детского магазина, так и не поняв, какой размер одежды мне нужен, согласилась даже пойти со мной к ним. Не знаю, это было желание сделать выручку, так как поняла, что буду брать немало, или она впечатлилась моей заботой. Через час четыре огромных пакета с одеждой для девочки и для мальчика стояло у них. Я еще купила одеяло, подушки, белье. Я накупила еды, даже витамину купила. Мне хотелось купить все. Я почувствовала себя нужной. Прошло уже 10 дней. Они зовут меня тетя Зая, потому что я Заяна. Аня, рукодельница еще та. Моя квартира преобразилась, стало уютнее. Я начала звонить родителям. Я перевела деньги племяннику, который стал студентом КГУ. Я отправляю смс-ки со словом «Добро для больных детишек». Я не понимаю, как я жила раньше. Каждый день после работы я тороплюсь домой. Меня там ждут. И еще. Весной мы едем в Элисту все вместе. Билеты на поезд до Волгограда уже купили. Фамилия главной героини остается для нас за кадром. А жаль. Об этом так и хочется говорить. Любовь и доброта спасут мир. Оглянись вокруг. Вдруг кто-то прямо сейчас нуждается и в твоем человеческом тепле, и в заботе.